Ребята, всем здорова! Какую камеру говорим? В эту или в эту? Слушайте, давно собирался снять видос про свои блогерские, не только блогерские, а вообще про зашквары, вы понимаете? Ведь каждый человек, когда делает что-то, что идет в разрез с его понятиями, в разрез с тем, что как бы у него на душе лежит, совесть начинает, знаете, там поднимает свою уродливую голову, вот, что, сука, лежала бы там, и как вот, знаете, там, многие блогеры снимают говно, и ничего у них в душе не йокает. Это вот, когда я делаю какую-то хрень, у меня еще как йокает. Особенно, когда комментарии читаю, все мы люди, всех можно задеть. У меня задеть сложно, но можно. Итак, зашквар номер ноль. Это плохая подготовка к видео. Это случается нечасто. К большинству роликов я очень хорошо готовлюсь, и часто мне даже не надо этого делать. Вот кто-то писал под видосом у Володи из Велолайна, что сложно воспринимать Антона Степанова как велоэксперта. Но, ребят, возможно, кому-то сложно, потому что я подаю информацию вот так немножко навеселее, в манере Стёба, потому что так лучше заходит, и мне так приятнее вещать. Если я могу подать информацию веселее, интереснее, как-то более задорно, энергично, я буду это делать. Был за мной косячок, и не один, особенно про двухподвесы для ФР и ДХ и Эндуро, когда я слишком плохо подготовился. Это было на заре моего канала, 2013 год. Мы снимали про спеш и комменсаль, по-моему, и мы спешили, у нас какие-то там были ограничения, и, в общем, я снял плохо. Сказал ерунду, в общем, видосы эти выпилил, естественно, но благодаря этому меня ненавидят в радио, ну и, наверное, не только благодаря этому, но в основном благодаря этому. И во многих других чисто true НТБ сообществах меня хейтят именно из-за того, что я когда-то сболтнул какую-то хрень про двухподвесы. Хорошо, что я жареную блевотину на каких роликах не ел и руки в унитазе не мыл, а то, я думаю, мне бы это припомнили бы и в 40 лет. Так что, фу, еще самое худшее переидейка, говорит. Мы переходим к следующему пункту нашей программы, это очень разнообразный контент. И это, с одной стороны, плюс, а с другой стороны, минус. Я такой чувак, который лучше придумывает, чем реализует. У меня как бы поток идей и рубрик колоссальный, вы можете зайти в плейлисты и просто увидеть это все воочию. Во-первых, более 600 роликов, это только на этом канале. И целая куча плейлистов. Каждый плейлист это рубрика. Обзоры, тест-драйвы, антихалту, халту, всякие там пародии, даже мини-сериал пилили. Понимаете, то есть полет фантазии, он широченный. А вот реализовать все качественно и быстро это сложно. И мне, конечно, хочется, чтобы мой контент был более централизированным, но это скучно слишком. Вот сейчас у нас идет сплошняком BMX контент, да, и там трюковый МТБ немножко. И многие уже пишут мне, что Антоха, где там МТБ, где там контрийники, где еще какие-то форматы, другие велосипеды. И это правда. Аудитория большая, но если посмотреть в среднем на количество просмотров на каждом видосе, то это примерно 10-15% от общего количества зрителей. И проблема здесь в том, что канал большой, аудитория большая, и она вся сегментирована. Есть там любители кросс-кантри, которые меня смотрят. Есть любители фрирайда, которые почему-то меня до сих пор смотрят. Есть шассейщики, там, фиксит гир, грейвилбайки, BMX сообщества, МТБ фристайл сообщества. Каждая из них ждет, естественно, профильного контента. Даже триальные у нас были видосы. Но постоянно как бы подкармливать всех разным контентом у меня не получается. Это слишком сложно для меня. Плюс целая куча других дел вынуждает меня сосредотачиваться на чем-то одном. Сейчас вот такая вот BMX-труковая полоса. Чтобы дальше, я надеюсь, в сезон получится разнообразить контент как следует. И таким образом получится удовлетворить всех своих зрителей, к чему я очень сильно стремлюсь. И очень надеюсь, что мой канал будет расти не только в количестве подписчиков, но и в качестве контента, в глубине просмотра и в том, чтобы всем было интересно смотреть мои видосы. Следующий косяк это мэнспрендинг. Конечно же нет. Следующий косяк это реклама, ребят. Да. Вот вы ходите на работу с авоськой, едете там в метро или на машине, или там, я не знаю, в офисе сидите, или дома за компьютером сидите и зарабатываете денежку. И при этом хотите, чтобы все остальные люди делали разнообразные, качественные, интересные, хорошие контент, и при этом были святыми. Ну, то есть, чтобы не было прироллов, не было Азина 777, не было всего того, что вы не любите в телевизоре и на ютубе. И вот как существовать блогером в такой ситуации? Я думаю, об этом говорили все, наверное, кому не лень. Я еще раз об этом скажу. Реклама это наш хлеб. Если его не будет, снимать контент будет не на что. Хорошо, что у меня есть офлайн бизнес. И одновременно это плохо, потому что из-за наличия офлайн бизнеса я не могу, во-первых, на 100% сосредоточиться на контенте, но это нас переводит к первому пункту, о котором мы уже говорили, и к нулевому. И я не выдаю плохие биоспед за хорошие, а хорошие за плохие. Это, кстати, не за шквар. Это вообще крутое качество, за него я себя не люблю, потому что зарабатывал бы я гораздо больше, если бы так не делал. Так вот, про рекламу. У меня нету Азина, у меня нету букмекеров, которые почему-то внезапно стали не за шкваром, хотя банятся в гигантские каналы за рекламу этой хрени. По-моему, это самый настоящий за шквар. Нету вейпов. Наоборот, ведется большая кампания на моем канале против вейпа, против всех проявлений наркомании в жизни, как я считаю. Я считаю, что вейп это очень плохо, как и бухло из сигарет. Это, кстати говоря, не мешает мне время от времени падать лицом в грязь, но это остается за кадром, друзья. Вот этого за шквар вы точно не увидите. Кто-то скажет, а как же колоссальные деньжищи с ютуба за рекламу. Рекламу, которую вы, гады, отключаете своими отблоками и постоянно проматываете реви. Ну не впаду, нажимайте на рекламу, серьезно. Мелочь, а у меня хотя бы доллар лишний капнет. Я вам могу прямо вот скриншот вставить видео, сколько я получаю вот по партнерке за месяц. И как вы видите, самый колоссальный гонорар, на который я себе купил уже 5 новых BMW M5 F90, это 400 долларов. Ю-ху, мани, 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 мани. Понимаете, да, на 400 долларов, ну сейчас по курсу это 28 тысяч рублей, но это было один раз в год. А так в основном это 100-150 баксов, 200 максимум. С учетом того, на какие камеры все снимается, какие идут в принципе затраты на производство контента, на жизнь, на бизнес, на как-то поддержание себя в нормальном состоянии, это ни о чем. Просто тупо даже за квартиру заплатить не хватит. Все понятно. Ютубных денег не хватает толком ни на что. Поэтому, ребзи, реклама, которая попадает на этот канал, она проходит строжайший ценз внутри моей головы. И если я вижу, что я допустил какую-то ошибку в видосе, вот недавно у нас был видос про один велосипед, и мне накидали в комментарии фотокарточек, что рама трещит. На тот момент, когда я снимал этот тест-драйв, я об этом не знал. Не было никаких у меня фактов и доказательств того, что рама на велосипеде плохая. Это был бюджетный комплит, не трюковый даже, это был просто контрильник. Но тем не менее, я этот велосипед удалил. Возможно, это испортит мои отношения с заказчиком, который у меня регулярно берет рекламу, но тем не менее, это так. Поэтому, если я вам что-то рекламирую, я это стараюсь максимально анализировать, и, естественно, не буду брать на себя грех, продавая вам какое-то говно. А уж поверьте, предложения сыпятся регулярно. Жил бы я намного лучше, если бы их принимал. Следующий пункт программы – это пропаганда. У меня она на канале не политическая, естественно, хотя, может быть, и напрасно, потому что с временем взгляды меняются и становится совершенно очевидно, что у нас творится за бардак в стране. И на эту тему, мне кажется, лидеры мнений должны говорить. Я говорю сейчас о пропаганде ЗОЖа и каких-то таких движений, которые, ну, по сути, являются личным делом каждого. Просто мой канал спортивный, и я на себе очень остро ощутил влияние алкоголя и табака, в первую очередь. Большую работу проводил над тем, чтобы перестать это делать. Естественно, хотелось всегда поделиться этими знаниями, знаниями о том, как освободиться от этих проблем, со своими зрителями, чем я, собственно, активно и занимался. И в этом, как такового, зашкварта и нету. Зашкварт был в другом. Когда я ударился в вегетарианство, и даже позволял себе высказывания про гной в мороженом, рак от мяса и там всякую такую жесть, агитируя своих друзей стать веганами, вегетарианцами, сыроведами, неедами. Хорошо, что не овцы. Ну, в общем, это было все очень плохо. И сейчас я понимаю, что питание – это личное дело каждого. Сбалансированное питание – это очень сложно. И, ну, действительно, это хорошее дело, но оно очень сложное. И не мне об этом говорить вам. У меня как бы другой конек. Но, тем не менее, раньше я не был так скромен. И в те времена я смотрел Рому Милованова. И других ЗОЖ-блогеров. Эта тема в интернете была очень слабо раскрыта на русском Ютубе. Информацию получить было неоткуда. И как-то Рома Милованов анонсировал свой семинар в Петербурге. Попасть туда за деньги было нереально. Ну, для меня 5000 рублей отдать за то, чтобы прийти на сомнительное мероприятие – это было слишком. Но можно было сделать анонс, если у тебя есть какое-то СМИ. Каким образом, как бы, прорекланировать мероприятие и пойти туда бесплатно. Я сделал анонс на втором канале. Пришел на этот семинар. И в тот момент я уже немного сомневался на тему того, ну, верный ли путь я выбрал. Вы посетив семинар Рома Милованова, я понял, что это просто жесть. Конечно, не все вегетарианство, веганство и сыроедство – это жесть и сектанство. Но то, что пропагандировал Рома, это была просто какая-то жесть. Настоящая секта. Просто безумство какое-то. Такое чувство, будто человек просто прочитал огромное количество книг и на серьезных щах пересказывает эти книги со сцены, где одна информация ведет разрез другой информацией. Тут у нас есть и подземный город на земле, и Пол Брэк не умер, а живет до сих пор. И потому, что американское правительство наезжает на сыроедшую Викторию, чтобы она перестала писать в своих книгах про сыроедение, ну и так далее. Там просто что-то с чем-то, что Б-12 нету. Что, типа, зачем? Ему неинтересно смотреть на свои медицинские анализы, потому что эти анализы придуманы людьми, которые живут по какому-то там... Что медицина – это все, типа, чушь, и это все бред. И когда ему говорят, ну, покажи свои анализы, чувак, ты, типа, тут пропагандируешь на серьезных щах, он говорит, зачем мне, типа, смотреть на анализы, которые сделаны людьми, которые не хотят расставаться со своими догмами, только потому, что им жалко, что они потратили столько лет на обучение в медуниверситетах. Короче, отмых за шкваров к милованам пришли каким-то образом. Ну, и я в финале этой беседы, этого семинара задал ему вопрос. У меня тогда один из родственников лечился от серьезных заболеваний, ему нужно было делать уколы Б-12, собственно, цанкобаламин. И именно этот курс лечения помог этому человеку выжить просто банально, не умереть. И все нараболизовало жизнь этого человека. И я просто, ну, последний, знаете, такая ниточка к адекватности Ромы. Я спросил у Рома, а что же с Б-12? У меня вопрос по Б-12, я задал этот вопрос. И он говорит, на сцене он, видимо, не мог облажаться. Он говорит, мы обсудим это потом. То есть он вот только что отрицал Б-12, я ему говорю, что с помощью Б-12 человек выжил. И Рома просто сливается. Ну, все стало абсолютно понятно. Я пришел домой, записал отзыв на этот семинар на втором канале. И, конечно, меня очень сильно ругали за то, что я как бы вообще про Рома Милованова всегда сказал на канале. Сейчас я понимаю, что это бред. А также, что склонять кого-то жить как-то, это тоже не очень хорошо. По сути, я как спортивный канал, как человек, переживший какие-то определенные проблемы, могу поделиться своим опытом, дать рекомендации, но не более. И никакого гноя в мороженом. Едем дальше. Следующий зашквар – это низкий уровень катания. И, как следствие, мало катания в видосах. Но, ребят, 30 человеку, куча дел, куча работы и плюс банальная лень. Да, такое тоже бывает. И очень часто в моей жизни бывали такие периоды, когда я прямо выходил на пик формы. И затем наступал период, когда мне нужно было просто пахать без выходных на работе. Потому что, как бы, мое катание началось в 18 лет, а трюковое катание в 19 лет. И таким образом я уже не мог сидеть на шее родителей. Я, в принципе, не мог особо на этой шее усидеть. И успех у меня появился, когда я начал сам зарабатывать. И, соответственно, мне постоянно надо было работать, чтобы платить за квартиру, чтобы платить за велосипед, ну и просто, чтобы существовать. И кататься, и одновременно работать – это довольно-таки тяжело. Особенно, когда работаю по 12 часов в день. Сейчас я работаю не 12 часов в день, а бывает и 24 часа. Но, на самом деле, вот в этот период жизни, который сейчас, я, в принципе, могу активно кататься. Очень хочу это делать. Но, как бы, когда входишь в период затяжного некатания, вернуться в строй довольно-таки сложно. И вот каждый год у меня идет такая вот борьба с собой. На пике формы я делал довольно-таки неплохие трюки. Даже у меня был один случайный бенни-вип. Были всякие там, мену на 1-80 бар, мену на 3, бар на бар. Ну, были прикольные трюки, по моему мнению. Естественно, я понимаю, что сейчас это все уже очень сильно устарело. Но вернуться вот к этой форме катания у меня не получается до сих пор. Ну, последний раз я катался, не знаю, сколько месяцев назад. Даже летом толком не катался. Ну, ничего, я уверен, все впереди, здоровье пока есть. Уровень катания у меня, в принципе, такой, что я могу оценивать велосипеды своего сегмента по достоинству. Я проезжаю марафон не последним, в принципе, в середине, даже ближе к переднему концу. То же самое касается трюковых велосипедов. Хотелось бы круче, но вот пока так. Последний пункт нашей программы – это хайп, кликбейт и заманушенные названия. Ребзя, я живу сейчас на Ютубе в большой конкуренции. Все, в принципе, медиа-деятели находятся в большой конкуренции с другими авторами и каналами. И заманивать к себе зрителя на канал становится все сложнее. Раньше можно было просто сесть, вот так вот взять GoPro и рассказать видос, какую-то там байку, и получить 100 тысяч просмотров, потому что просто конкуренции нет. Сейчас конкуренции полным-полно. И в велосипеде тоже. И это хорошо заставляет всех работать и напрягать мозги. И чтобы привлекать к себе внимание, приходится применять и такие инструменты, как кликбейт и название роликов яркие. И когда я делаю у себя кликбейт и название роликов какие-нибудь там «Перья мне заведи», я, естественно, об этом всем говорю в самом видосе. То есть у меня нет такого, что «Избили до смерти за BMX», или «За секунду до», или еще там, еще какая-то чушь, а этого в видосе нет. У меня это все в видосе есть. Если есть заголовок, если есть картинка, значит она отражает содержание видео. А это не просто сиськи, а сисек в ролике нет. Это самое большое разочарование, когда ты смотришь там «Сочная женщина» на ролике, ты нажимаешь, а «Сочная женщина» там нет. А там «Камикадзе Ди». Вот, он любил так делать раньше. Что касается хайповых роликов, их на канале больше нет. Вот это поворот! Ну, то есть нету видосов про «Яж матерей», нету видосов про разборки, нету видосов про конфликты. Потому что это зашкварный хайп. Если там вот у меня выходит видос «БМХ с самоката», он набирает 400 тысяч просмотров, это «Во». Потому что мы, по сути, остались в рамках велосипеда. Что касается «Яж матерей» конфликтов, все, что можно было полезного дать в этих роликах, я отдал. Я объяснил, что можно своими руками сделать табличку, на которой написать правила пользования скейт-парком. Можно привести администрацию в парк. В общем, можно эту проблему решить. Зачем дальше раздувать? Пусть другие каналы берут эту тему и продолжают высасывать из пальца всякую дичь. Я этого делать больше не собираюсь. Собираюсь оставаться в велосипедных рамках, и поэтому этого зашквара со мной больше нет. Большое вам спасибо за просмотр, друзья. Если вы знаете другие мои зашквары, о которых я не смог рассказать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я почитаю, я все комментарии читаю. Фух, все, выговорился, друзья. Давно хотел это сделать. Большущей вам удачи и пока.